Вилл Смит прославил ростовчана, пранкеры случайно сожгли машину друга. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Кованцева. Я расскажу о самых обсуждаемых донских новостях на просторах интернета. Вот что я успела подсмотреть в сети сегодня. Голливудский актер Вилл Смит выложил на своей странице в инстаграм ролик ростовских аниматоров. За два дня видео набрало почти 3 миллиона просмотров, а анимационная студия получила всемирную известность. По задумке создателей ролика, анимированный Уилл Смит в образе своего героя из сериала «Принц из Беверли-Хиллз» едет на кабриолете и пьет воду из бутылки. Пост сопроводили строчкой с песни Смита «Вечеринка в городе, где стоит жара» и поблагодарили звезду за вдохновение. Голливудский актер оценил старания ростовских художников. Он разместил мультик у себя на странице и похвалил аниматоров. Пост Уилла уже посмотрели почти 3 миллиона человек, а на ростовскую студию обрушился шквал звонков от потенциальных заказчиков. Новость о непродуманной краже появилась на сайте don24.ru. Черкасский мужчина пришел в гости к другу, в ходе беседы попросил телефон и через мобильное приложение перевел на свой счет 18 800 рублей. Преступная схема не сработала, злоумышленника поймали. Им оказался 34-летний местный житель. Полицейские возбудили уголовное дело по статье кража. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Если вина будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Незваные гости пожаловали на чай к жительнице Таганрога. В конфетах, купленных для праздничного стола, она обнаружила живые личинки. Горожанка решила предупредить земляков о неприятном сюрпризе, который может поджидать их в сладостях, и опубликовала в соцсетях видеоролик. Сели попить чай, а там мясо. Люди, будьте аккуратны и бдительны. Чуть подругу не отравили, рассказывает Таганроженко на видео. Также она добавила, что внутри конфеты была не единственная личинка, еще одна ползала прямо по упаковке. Подписчики паблика были шокированы увиденным и посоветовали смотреть на срок годности продуктов питания. С такими друзьями и враги не нужны. В разгар вечеринки гости в шутку сожгли машину именинника. Отметить свой 18-й день рождения ростовчанин решил в арендованном коттедже в черте города, чтобы было где пожарить шашлык. Пока гости разжигали мангал, кто-то из них счел забавным вылить жидкость для розжига на капот только что подаренного автомобиля. Они рассчитывали, что с легкостью смогут потушить огонь, когда именинник увидит пламя. Но пранк пошел не по плану. Хозяин авто в этот момент находился в доме и смог оценить шутку только после того, как пламя охватило всю машину. Новоиспеченным пранкерам не удалось вовремя потушить пожар, и машина сгорела. Февральский лед обманчив и, несмотря на толщину, прочности не имеет. В станице Вешенской в полынью провалилась косуля. Выбраться самостоятельно не получилось. Необычную операцию по спасению провели сотрудники подразделения областной службы спасения на водах. Спасатели при помощи спецтехники подошли к тонувшей косуле, вытащили животное и доставили в подразделение. Там косулю отогрели и убедились в отсутствии травм. Позднее животное выпустили в лес. В комментариях подписчики выразили благодарность за спасение животного. Булыжная мостовая 17 века до сих пор в хорошем состоянии. На века, как в Риме, шутят в социальных сетях жители Таганрога. Очередная яма в приморском городе прославилась в интернете. Ее обнаружили горожане на одной из улиц. Устав дожидаться помощи власти, местный житель решил ликвидировать яму самостоятельно и засыпал обломками кирпичей. Напоминаю, на дворе 21 век, подмечают в комментариях. Яму нарекли арт-объектом и заметили легкое сходство ее формы с современной провокацией в искусстве. Голь на выдумку хитра, так охарактеризовали подписчики торговлю в общественном транспорте. Бизнес по-ростовски, пенсионерка продает в автобусе теплые носки. Горожане поддержали старушку и ударились в воспоминания. Помню, как раньше бабушки семечками торговали. 3 рубля маленький стакан, 5 рублей большой, плюс подарок шел стакан, скрученный из газеты. Скучаю. Носочки это прикольно, надо себе домой купить. Владельцем торговой точки на одном из пассажирских сидений оказалась пенсионерка, а фотографию в сеть выложили удивленные попутчики. Автор снимка сравнил Ростов с другими городами России, где похожая торговля носками, газетами и мелками от тараканов идет в электричках. Стоит отметить, что на этот раз настроение под новостью было положительным. В целом, горожане поддержали старушку. Это все обсуждаемые в интернете новости на сегодня. Фильтруйте информацию в сети, а если заниматься этим некогда, мы все сделаем за вас по будням 18.25 на телеканале Дон-24. Еще больше новостей на сайте don24.ru. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова